Обманутых дольщиков поддерживает государство. Эту работу постоянно контролирует Министерство жилищного комплекса Московской области и лично губернатор Подмосковья. В нашем округе в этом году удалось достроить 15 многоквартирных домов. Всего в прошлом году были защищены права 975 граждан. По итогам 2021 года наш округ занял первое место в Московской области по показателю работы с дольщиками. Еще по семи объектам были выплачены компенсации, на семь заключены договоры Мены. Так будет продолжаться до тех пор, пока в округе не останется ни одного обманутого соинвестора. Что касается этого года, то актуальный план обеспечить права дольщиков еще по 21 дому долгостроя. Это жилые комплексы Западные ворота столицы, Ликино, Лайково, также восточные и центральные микрорайоны в городе Звенигороде. Благодаря региональной госпрограмме «Жилище» свои условия улучшила 131 семья. Очередники, врачи, учителя, погорельцы, дети-сироты. Это дети-сироты, которых мы каждый год обеспечиваем не просто жильем, а готовыми к переселению квартирами. Там уже сделан достойный ремонт, есть мебель, бытовая техника. Они получают жилье по достижению 18 лет. И в прошлом году мы выдали ключи 22 ребятам из числа детей-сирот. Идет активное расселение из ветхого и аварийного жилья. За последние два года из таких домов переехало 596 семей. Особое внимание уделяется самовольным, недостроенным и аварийным объектам. Это всегда потенциально опасные места. Это постройки, которые могут осваивать различные асоциальные элементы. Но бывают, туда забираются дети и подростки. И это реальная опасность для их здоровья, для их жизни. Поэтому недостроев, самостроев и заброшенных зданий быть не должно, резюмировал Андрей Иванов. В 2021 году ликвидировали 130 таких объектов. И это лучший показатель по Подмосковью. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.